Публичные слушания по объединению трех поселений Орехово-Зуевского района с городом Орехово-Зуево прошли успешно. Об этом отчитались главы Демиховского, Верейского и Молодубинского сельских поселений на очередном заседании Совета депутатов. Первым и главным вопросом на Совете депутатов стало объединение сельских поселений Молодубинска, Верейска и Демиховская с городским округом Орехово-Зуева. Все это время в указанных поселениях проходили заседания местных советов депутатов, а также публичные слушания. Как отметили главы, большинство людей высказалось за объединение с городским округом Орехова-Зуева. Сначала, конечно, с депутатами была работа проведена. Все вопросы, которые были, все доходчиво, все было объяснено. И публичные слушатели ждали сам негатив. То есть все прошло спокойно. Ну были, конечно, люди, которые, как вам объяснить, накрученные. Отнимут землю, отдадут, мы останемся без огорода, без всего было такое. Ну а потом в процессе уже приходили люди, спрашивали, как все это будет. Вопросов, конечно, очень много. А так вот работа с людьми ведется, объясняем по телевизору, что как будет. Также депутатов интересовал вопрос, кто будет заниматься самим процессом объединения, кто войдет в состав ликвидационной комиссии и что будет с бюджетом. Как пояснил глава района Борис Егоров, все это ляжет на районную администрацию. Что касается бюджета, то тут никаких изменений в этом году не будет, так как он уже был сформирован и утвержден до 2018 года. В ходе общего голосования районные депутаты единогласно приняли решение за объединение трех поселений с городом Орехово-Зуево. В скором времени после принятия закона депутатами Московской областной думы начнется процесс передачи имущества. А в самом Орехово-Зуевском районе будет реализовываться второй этап административной реформы создания городского округа Ликино-Дулева. Также на встрече депутатов единогласно был принят свод правил использования водных объектов общего пользования. В этом документе четко прописаны все права и обязанности собственников данных объектов, а также что запрещается делать отдыхающим. Например, купаться в неустановленных местах, стирать вещи, мыть машины и многое другое. Продолжение следует...